Здравствуйте! Это программа «Я так думаю». Меня зовут Марина Клинкова. И сегодня в эфире информационного агентства должен был принять участие лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, хирург. Однако в намеченное заранее время согласованное с представителями хирурга Александр Залдостанов в студию «Высоты 102» так и не пришел. К сожалению, нам неизвестны причины такого поступка и почему именно он отказался беседовать с журналистами информагентства о предстоящем байк-шоу 23 августа в День памяти и скорби. В то же время свое мнение по поводу этого увеселительного мероприятия высказали другие люди. Это жители Москвы, участники Сталинградской битвы, их потомки. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию их точку зрения. Если там байкеры будут главными и представлять шоу, то позорить этот День памяти и скорби по Сталинграду нельзя. 23-я самая большая трагедия в нашей стране, которая приняла себе жителей Сталинграда. Я в этот день на тракторном заводе уже сражался в составе 21-го батальона с парафавшимися, с танками к Волге, к северной окраине города, командиром танковой роботы. Если Баженов отрицает психологию победителей, странное вообще. А как дальше жить, во имя чего, трудиться, как сохранить нашу родину, отечество наше, это же не дело. Ну как же так не отдать должной памяти и скорби? Я не понимаю, как нам быть. Ну не сдаваться ни в коем случае. Писать его, может быть, там обращение к народу. Я знаю, что там и бренды, там и мать-родину хотят заменить, понимаете. Вроде рыбки поставить вместо Волге, рыбки вместо матери-родины. Я сам почетный гражданин Октябрьского района области и хутора Верхнекутского. Пока я находил поддержку, особого такого сопротивления не встречал, но борьба все время ведется. 23 августа запрещаю, и я запрещаю вам трогать. Вы что, смеетесь, что ли? Что было 23-го? Ну вы хоть чуть-чуть знаете. Я этот день, весь день была там. Я ощутила полную меру, что такое бомбежка. Настоящая бомбежка. Та, которая была там в Сталинграде. Жестокая. Самая жестокая из всех жестоких. И сделайте пательное шествие. Все. Больше ничего. Мы просим об этом губернатора, но он нас не слышит. Ну то, что ваш губернатор вас не слышит, мы это знаем. Он и нас не слышит, хотя мы были у него на приеме. 23 августа это был невероятный ужас. Человек переставал себя чувствовать человеком. Ты становился дикарем, ножкой от страха. А когда горело все, горели камни, люди, горела вода, горел воздух. И текла, текла огненная Волга. Я буду разговаривать со своими ребятами, что они предпринут. 23 августа это день скорби, минута молчания о мирных сталинградцах. Женщин, детей, пожилых людей, ставших жертвами варварской бомбардировке фашистов. Байкеры, может быть, и патриоты. Но в этот день, где гул их стальных коней неуместен, сощунством является. А уж концерт хирургам это прямое издевательство. Пир, во время чумы, как говорили раньше, мы с вами, сталинградцы. Юрий Матюхин, профессор, член-то журналистов, сын ветерана, бравшего Рейхстаг. Просто здесь происходит подмена понятий. Вы понимаете, что уничтожаются традиции, а они заменяются совершенно другим веянием. Вот, например, у нас 23 августа в Москве, в Александровском саду, отдаем память. Мы всем погибшим вот в эту бомбежку, подлинные ценности, что мы сохраняем вот эти вот традиции. И это происходит каждый год. И каждый год туда приходят люди. Наши губернатор Баженов и байкер-хирург говорят, что это, наоборот, духовность, раскрытие темы военного подвига, по их мнению. Ну, это, может быть, по их мнению, патриотизм это не назовешь. Они подменяют все традиции, подменяют все ценности, чтобы их выхолостить. И здесь, конечно, устраивать шум и крик в этот день, это, конечно, очень сложно. Это нельзя понять. То, что делается в любимом городе Герои, в нашем Волгограде, почему я его называю очень любимым, потому что мой отец всегда писал, это город, в котором я второй раз родился, потому что он мог погибнуть, когда они переправлялись через Горящую Волгу. Вы понимаете? У меня всегда дети, когда я рассказываю в школе об этом Горящей Волга, они не понимают, что такое Горящая Волга. Я говорю, детки, ну понимаете, бомбили барши, распекался бензин, а он горел. И через этот Горящий пеплый гарь шли Равимцево гвардейцы. Десять тысяч и четыре осталось в Волге. И то, что они уничтожали название 62-й армии набережной, и то, что они замахнулись на родину-мать вместо того, чтобы что-то чинить и там восстанавливать, да легче всего, конечно, разобрать все. Это, в принципе, это предательство. Легче всего все ломать, понимаете, а не строить и созидать. Наталья Александровна, что бы вы пожелали всем волгоградцам вот 23 августа, когда мы пойдем возлагать венки? Я считаю, что это, Волгоград, это достойные, достойные дети и сыновья вот тех великих героев, которые совершили подвиг. И этот подвиг, его уронить нельзя. Пусть они остаются такими же гордыми и сильными, и независимыми, какие они были всегда, этот широкий русский город с такой великой русской рекой Волга. В Москве у нас существует фонд памяти полководцев Победы. Куда объединились единомышленники, дети полководцев Великой Отечественной войны? И в том числе, например, Надежда Рокоссовская, Наталья Малиновская, Саша Чуйков, Татьяна Еременко, Соколовская Наталья, вот дети генералов. Вот все эти личности, я бы сказала, потому что каждый занимает свой пост, и работает очень важно, и многие кандидаты наук, профессора. И вот все они объединены одной идеей. И все, как братья и сестры, и все единомышленники, нести память отцов.